секундочку я же сказал секунду поверьте нам именно секунда и прошла а считать это мы умеем можете быть спокойны а вдруг у меня тут была голая пациентка не смешите мои тапочки вы считали день чего вы взяли ну во-первых кабинете пахнет наличкой отчетливо а этот запах я чую за километр во-вторых у вас выдает ваше счастливое выражение лица ладно что вы хотели мы хотели чтобы вы полностью осмотрели изю у вас какие-то жалобы боже упаси никаких жалоб просто мой еще нужно заключение специалиста хорошо раздевайтесь по пояс ну что ж я ничего плохого не вижу и тем более не слышу вы уверены да я считаю что вы абсолютно здоровы можете хоть в космос лететь спасибо мне здесь хорошо жить вообще вообще никаких подозрений ни на какую либо болезнь вообще здоров как бык ну что ж подведем итоги так анализ крови в норме претензии со стороны травматолога не имеется флюорография флюорография спасибо в норме заключение терапевта здоров мойщенька ну что вы убедились к сожалению изенька вы абсолютно здоровы я готов вам одолжить 100 долларов вы что ради того чтобы одолжить 100 долларов прошли полностью медосмотр скажите спасибо шуизе мой родной брат противном случае его заставил человека пройти полностью мрт всего тела и глотать зонт были случаи и результаты оставьте себе это вам на чай вот мне ваше здоровье куда едете в испанию к родственникам запрещенное что-то везете нет ну конечно если вот этот не налил в грелку снова алкоголь характер ну кто тебе за язык тянет а ну кто тетя нет за языки потому что нахрена тебе две плойки ну нахрена тебе одна и вторая ну конечно это ж не тебе эти сумки таскать не тебе я на работе таскают так же тебе не снилось а в отпуске отдохнуть хочу а вы не влезайте а утюгте на хрена на три дня едем а зачем мне выряживаться если ты возле меня постоянно ходишь Ах, так ты бы хотел сам куда-то поехать. А может, бы и хотел. Ну так и поехать. А я и поеду. Так и пожалуйста. И поеду, и кого-то там найду. Так и нашёл бы себе. И найду бы себе. А что же ты не искал? А может, бы я уже и нашёл. Так и найди. И найду. Так и найди. И возьму и найду. Так и найди. И может, и найду. И найди. И найди. И ехать. И найди. Пожалуйста, иди, иди. Можете ехать. И может, я уже кого-то и нашёл. Ах, нашёл. А может, и нашел кого? Кого? Сину? Стоянно это тихо. Сину эту сходину? Тихо, тихо. Он вроде сказал, можем ехать. Ох, я так завелась. Так что, все? Значит, можем проходить и не показывать? Ну, Сидоровы говорили, они так 10 раз делали, и их ни разу не проверяли. С ума сойти. Ага. И вот этот весь театр ради каких-то 10 килограмм сала. Не, ну ты прям у меня украинский наркокурьер. Там же еще самогонка, да? Это не просто самогонка. Это я национальное достояние, Бабашу. Контрабанда. Контрабандист ты мой! Бабашу. Давай, Майкан. Дорогая, привет. Дорогая, любименький. Привет. Господи, ну что же у нас так дома-то воняет, а? Я тебя сколько раз просил про ветри, пожалуйста, шкаф. И вообще, зачем ты туда насовала вещи своей бабушки? Ну, все квартира нафталином воняет. Саш, ну что ты такое выдумываешь? Ничего не воняет. Ну как не воняет? Воняет! Ах, че! Это что сейчас было? А, это моль в шкафу чихнуло. Моль? Сейчас я посмотрю, что там за моль. Это... Это... Это пенсионный фонд. Бабуля, нет, это квартира. Да. Вот, я дура старая, слепая стала совсем. А пенсионный фонд в какую сторону? Бабушка, пенсионный фонд на улице Шевченко. Шевченко. Да. Это туда? Нет, это вот туда. Давайте я вас проведу. Я сама внучек найду, спасибо. Да. Фу! Викуся, почему она в платке твоей бабушки? Эм, не знаю. Наверное, сейчас такие платки в тренде у бабушек. Ой, куда дальше? Я заблудился. Бабушка, бабушка, ну сюда вот. В эту дверь, пожалуйста, идите. Да, да. И сразу же, сразу же направо. И выходите. Шевченко улица. Шевченко. Спасибо, внучек. Что вот это было? Не знаю. Слушай, Вика, надо менять. Менять замки на двери. Ага. Потому что вчера была тоже бабушка. Позавчера две бабушки. Неделю назад вообще три бабули из шкафа вышли. Еще и с кавказским акцентом одна была. Ладно. Не переживай, больше старух не будет. Да, конечно, не будет. Я сейчас замки поменяю, и не будет никаких старух. Ну, дело не в замках, а в том, что вещи бабушки уже закончились. Надо будет новую отмазку придумывать. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, а вас тоже вызвала Виктория Сергеевна? Да. Да? Вот и меня тоже. Вы знаете, она мне как будто очень странный смс написала. Смотрите. Даже не знаю, как это понимать. П-Т-Р-И-С-Д-Е-Ц. Кстати, да. От нее был странный звонок. Я поднимаю трубку, а она молчит. Я подумал, может, села на телефон. Ну, знаете, как бывает. Потом мне приходит смс. Вот такого содержания. П-О-П-А? Да. Я подумал, еще странно. Странно, не могла же П-О-П-А прислать смс П-О-П-А. Вот я решил проверить. Она мне изначально этой воспитательницы не нравилась. Она какая-то вся неопрятная, какая-то вся скокожаная. И вечно это немытая голова. Да, да, да. Вы знаете, я тоже сразу заметил. А эти усики под носом. Вы про них уже вообще молчали, эти усики. Это очень странно. Слушайте, ну, может, вы ее попробуете еще раз набрать? Да я набирал, Ланя, не берет. Ну, пожалуйста. Где-то здесь. Где-то. Там. Где-то в ты. О, господи, да что же это такое? Спокойно, спокойно. Все. Виктория Сергеевна, это вы? А вы что, по немытой голове и усиком не узнаете? Вы все слышали? Простите, пожалуйста, что с вами случилось? Компот. Что? Компот на выходных забродил. Вот. Я еще главное всегда проверяю, а тут что-то понадеялась. Я не знаю, они что там, под хмелем? Я бы так не сказала. Я бы сказала, они навеселе вместе с нянечкой и поваром. Они начали играть в пиратов. Они мне клизму делали. Ну, все, 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 все. Уж какой. Развяжите ее, пожалуйста, я пойду с ними сейчас разберусь. Я бы, я бы не советовала этого делать. Послушайте, Виктория Сергеевна, я все-таки дипломат. И уж как-нибудь переговоры я смогу провести. Послушайте, граждане, что я вам хочу сказать? Ай, буря! Я же говорю, я же говорю, я же говорю. Они, они меня поврили. Вызывайте спецназ. Дядя, дядя, никакого спецназа. Я побегу за нашим сторожем. Они же с ним компотом не поделились. Он сейчас быстро порядки наведет. Держите дверь! Значит так, вам тут всем капец понятно? Вот это просто полный беспредел. Добрый день, что случилось? Ах, она еще спрашивает, что случилось. Что-то случилось, между прочим. Из-за вашего банка у меня из-под носа у Вильтокит. Такое платье. А оно, между прочим, в единственном экземпляре. Простите, пожалуйста, но я до сих пор ничего не понимаю. Что ты не понимаешь? Я нормально тебе объясняю, что из-за вашего банка я поссорилась со своей бывшей лучшей подружкой. И она это платье сама купила. Понимаешь? Вы можете конкретнее объяснить, что произошло? Я пока тебе сейчас буду объяснять, и вообще вся распродажа закончится. Ты понимаешь или нет? Во что тут, по объявлению набирают или что? На меня там и так смотрели, как на дурочку. Я стою, и вот эти вот циферки нажимаю, нажимаю. А оно не алло? А, то есть у вас проблемы с банковской карточкой, правильно? Наконец-то! Из-за вашего банка. Так, может быть, у вас просто деньги на карточке закончились, а? У меня безлимитная карточка, понимаешь? Безлимитная? Да, безлимитная. И если ты мне сейчас не исправишь, я позвоню своему пирожку, и он придет и все тут разнесет. Вот, одну секундочку, проверяем. Ага, поняла. Вот теперь я все поняла. Ой, все поняла. Я думала, ты вообще тупая. У вас просто карточка размагнитилась. От частого использования. Нет, ты все-таки тупая. Ты что, не знаешь, что на карточке нет магнитика? А бывают такие карточки? Да. Давайте так, мы забираем вашу карточку, намагнитим, намагнитим. Ее, хорошенечко прям намагнитим, и через три дня вернем. Извините за беспокойство. Ты что, с ума сошла? Бэль называется Пошопила. Спасибо тебе большое. Я все-таки сейчас позвоню своему бусе. Он придет и закроет ваш банк. Наш банк приносит вам извинения. Тебе в жопу. И вам всего хорошего. Извините, я ушла уже? Да. Спасибо вам большое. Да, меня за что. Да, вот, здесь все. Скажите, надолго вы размагнитили карточку? На три дня. Ну вот, а не могли бы вы, если она еще раз придет, вернее, когда она еще раз придет, сделать так, чтобы вот карточка размагнитилась где-то месяца на три? Вы знаете, вам бы не карточку размагнитить, а женщину поменять. Найти более экономную, работоспособную. Я подумаю над этим. Спасибо. Ну, я пойду, проконтролирую, чтобы она пошла именно домой, а не в другой банк. Черт, она нашла мою резервную карту. Заблокируйте, пожалуйста, 88, 37. Черт, все, она уже пустая. Блокируйте Golden и Platinum. 77, 12, 83. О, господи! Пустая. А что вы делаете сегодня вечером? Ну, так, может, прокатимся на корабле? Что они себе позволяют? Если они думают, что мое честное имя, можно вот так просто взять и запятнать? Нет. Я педагог, а не коррупционер. Нет, если они думают, что вот так меня можно взять и купить за такие мелкие бумажки. Нет. Вот возьму, поставлю двойку и посмотрим, что он в следующий раз положит. Так, решено. Я не продаюсь. А никто не говорит продаваться. Просто взять деньги себе. Кто здесь? Никого. Просто твой внутренний голос. Возьми деньги. Не бойся. Но я не могу. Это противозаконно. Правильно. Брать взятки – это большой грех. Ты же не для этого оканчивала пединститут с отличием. Точно? Точно не для этого. Нет. Но ты только подумай, сколько всего можно купить на эти деньги. Сапоги, например. Ты ведь уже три класса выпустила в своих единственных. Да, новые сапоги мне нужны, да. Нет, не нужны. Хотя ты можешь каждый месяц по сто гривен на них откладывать и через два года купить. В кредит. Но тогда мне снова придется ничего не есть. Хлеб, кефир, консерва. Молодец. Правильно мыслишь. Тем более никто не заставляет тебя брать каждый раз. Возьми сейчас разок, а уже в следующий раз откажешься. Нет, не откажешься, потому что не сможешь остановиться. Ты будешь брать и брать, пока тебя не посадят в тюрьму. Нет, в тюрьму я не хочу. Да никто не узнает. Узнает. Ведь все тайное становится когда-то явным. Но, с другой стороны, когда я год назад взяла один цветочек со школы домой, никто же не узнал. Правильно. Бери, не бойся. Нет, не смей. Бери, не бойся. Нет, я прошу тебя, не смей. Если ты возьмешь один раз, то потом ты не сможешь остановиться. Возьмите. Ну и привидится ж такое. Так. Больше сочинения на ночь не проверяю. Особенно по Булгакову. Так это был не сон. Так это же... Календарик. Закладочка. Ну ничего, ничего. Сапоги я через два года. Точно. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Скажите, а у вас есть что-нибудь от аллергии? Конечно. А на что у вас аллергия? Вы знаете, я чешусь, когда кто-то говорит неправду. Да ладно. Серьезно? Когда кто-то врет, у меня прям все чешется и чешется. Да такого не бывает. Ладно. Предлагаю вам вот эту замечательную мазь, которая вам поможет. Она точно хорошая? Ну, не такая, конечно, она и хорошая, но там с заживляющим эффектом. Ладно, фуфло, эта мазь просто дорогая. Вот видите. А может есть что-то другое? Да у нас тут полное фуфло, честно говоря, контрафакт и подделка. Ого. И правда. Так вы реально чешетесь, когда кто-то врет? Да. Одну секундочку. Женя! Сейчас. Что, Викочка, что случилось? Женечка, скажи, а ты меня любишь? Что за дурацкий вопрос такой? Ну, естественно, люблю. А? Что? А за что ты меня любишь? Ну, ну, как, за красивые глаза, за стройные ноги. Ну, 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 ну. Да что ты мне врешь? Может, ты меня любишь, потому что у меня родители владеют сетью аптек? Это, это, это полная чушь. Это, это все неправда. Да? Что-то вообще завелось так. Да потому что, посмотри на него! Что? Чешется! И что чешется? Чешется! Значит, кто-то врет! Он всегда чешется, когда кто-то врет! Смотри! Может, мне кто-то поможет, а? Да подождите! Я отдала тебе лучшие годы своей жизни! Вот! Пригласила к нам на работу в аптеку! Обогрела тебя! Неразки не изменила! Вика, ничего не хочешь мне объяснить? Да может, оно и не работает! Не работает! Он все чешется и чешется! Да я люблю только тебя! Мужчина, идите отсюда по-добру, по-здорову! Да что ж такое, везде одно и то же! Когда люди уже врать-то перестанут, а? Ну, и теперь объясни, кого ты любишь больше меня? Я люблю борщ! Что? Борщ! Борщ? Че-то мы, крыныца, с тобой план по сдаче оружия ни хрена не выполняем! Да! Может, блин, свое сдадим? Да не, не вариант! У нас же там серийные номера! Ага! Сотрем! Нет, тоже не подходит! Штраф за утерю больше, чем за выполнение плана! Чего они нам не несут? Да потому что люди нам нифига не доверяют! И чего нам не доверять? Потому что люди привыкли сами защищаться, а не в милицию звонить! Ну, чего нам не звонить? Да потому что нам хрен дозвониться! Алло! Алло! Вот, сорвалось! Здорово, мусоряне! Привет, кабанчик! Какими судьбами? Да вот, объяву вашу увидел, что вы, типа, объявили месячник по добровольной сдаче нелегального огнестрельного оружия! И что, типа, всем добровольно сдавшим амнистия и премия! Э, подожди, какая премия, кабанчик, ты не перегибай! Ни про какую премию тут нет! Ага! Ну, на нет и стволов нет! А-а-а, кабан, подожди, кабась, ну откуда у нас ментов деньги? Слушай, а премия в размере пол-литрового пузыря тебя устроит? Давай еще сотку накинешь на сигареты и договорились! Крымница, дай ему сотку! Да накинем, накинем! Ты сначала показывай, что там у тебя! Вот! Водные пистолетики! Разгребайте! О, макароны! Какая сушки! Ё-о-о! Блин, да тут и серийные номера есть! А ты говорил, с серийными номерами нельзя! Хм, надо будет пробить по базе! Слышишь, кабанчик, а оружие случайно в криминале не светилось? Да откуда же я знаю, может и светилось! Я чё, шел, смотрю сумка, глядь, сумку, там стволы! Смотрю, объява, сразу к вам, всё! Кабан, да ты ж нам план по сдаче оружия выполнил и перевыполнил! Красавчик! А чё, я всегда, если есть возможность легально на бухло заработать, я всегда за! Молодец! Вот тут подпиши! Это, типа, подписал и амнистия? Ну да, да, мы потом тут заполним! Нормально! Отлично! Кабан, ну так ты смотри, если оружие где-то замешано, в чём-то тёмном, то мы к тебе по всей строгости закона! Да! Ага, думаю, всё обойдётся! Адьёс, мусоряне! Давай! Счастливо! Ага! Ух! Молодца! Ага! Ну что, пробиваем пекали и автоматы по базе, и всё? Можно чесать за премией? Можно! Алёна, лейтенант Петренко... Товарищ генерал! Да! Лейтенант Петренко слушает! Эээ... Как дозвониться нельзя? Да... А! Мы просто заняты были! Да, выполняем план по сдаче оружия! Ага! Почти выполнили! Да! Что? Нашу оружейку ограбили? Три макаровых и два автомата? А! Так мы всё уже наш... Ищем! Ищем, да! Но сто процентов найдём! Найдём! Да, хорошо! Всё! Кабан, пабло! Стой! Ну ты, Кабан! Я тебя сейчас! На троих! Субтитры создавал DimaTorzok